Утром спим без детей 6. Хорошо, что дети еще спали. Такой грохот. Смотрим, штукатурка. Да, прямо большая. Повезло и вчера, когда потолок снова обвалился. Детей дома не было, говорит Надежда Кузнецова. Под угрозой в этой аварийной квартире в Баракино рабочий 121 живут ее двое детей, муж и свекровь. У нас как дождь, у нас все льет домой. Вот эти специально мы повешали, чтобы дождик капал сюда, а не мимо. Вот здесь все по окнам бежит. В соседней комнате, почерневшей от плесени обои, постоянный запах сырости. И так уже 5 лет минимум, говорит Надежда. Чтобы было понятно, насколько дом опасен, она завела нас в соседнюю пустующую квартиру. Здесь вам видно небо. Аварийным дом был признан в 2015 году. И тогда черногорская мэрия выпустила вот это постановление со сроками сноса здания. По нему барака и в помине быть не должно уже год. Разваливается в этом доме не только потолок. По подъезду, честно признаться, ходить страшновато. А если посмотреть на фундамент, то можно увидеть, какие щели в нем образовались. И таких домов здесь несколько. В соседнем бараке в прошлом году обвалился потолок в подъезде. Осколки тогда завалили дверь в квартиру. Их убрали. А дыра осталась. 26 февраля был суд в Абакане. Арбитражный суд был. И нам сказали, чтобы нас переселили до 1 мая этого года. Но до сих пор этого ничего нет. Добивается переселение Елены Миромановой не первый год. Тщетно. В городе нет жилья для переселенцев. Поэтому Москва будет помогать. С этого и по 25-й год столица даст денег на квартиры. Но золотых гор ждать не стоит. В 2019 году новое жилье увидят максимум 7-8 семей. Как нам будут предоставлять Москва финансирование, так мы и будем расселять их. Данный дом не первый по дате признания аварийным. То есть они могут до 25-го года ждать, да? Ну, я не думаю, что 25-й. Но 22-й, 23-й это точно. Мэрия предлагает людям временное жилье. Но редко кто соглашается. Потому что, например, на семью с тремя детьми городские власти выделяют комнату в общежитии в 12 квадратов. Другого, говорят чиновники, у них нет. Поэтому людям стоит подумать. Либо просторные, но разваливающиеся квадраты, либо тесные, но безопасные комнатушки. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков, Нотабена.